Продолжение следует... Сегодняшняя тема разговора, да? Мы вчера говорили о том, как я вижу развитие банка, и что в бизнесе нет ничего личного, в большом. И нет ни одного примера, когда бизнес становился большим, а акционера было мало. То есть есть в мире банки частные, я видел банки, я знаю даже их названия в Европе, которые являются семейными. Вот, но это небольшие банки. Пожалуй, даже по оборотам, они очень старые, но значительно меньше даже сегодня, что нам нашли. Но мы вышли на стратегию большого банка, потому что две тысячи почти работающих, это большой банк. Вот сегодня у нас... Какие-то кольца, коронки. Цветая гадость. Вот. Десять компаний. Раз, два, три. Украина. Два и заваривали. Вот, это хорошо. Раньше нам из завара вообще не удавалось никого вытащить. Сегодня мы выдали 350 тысяч гривен и 231 тысячу долларов. А погашено, длится, две тысячи долларов и два с половиной миллиона гривен. Но мы сейчас проценты на вас увеличили. И таким образом можно регулировать кредитный портфель. Заработали на покупке и продаже валюты почти 7 тысяч долларов. Это то, что... Что я говорю в купле и продаже валюты? Как вы думаете? Да? Ну, на межбанкерах. Что это такое? Маржа. Маржа. То есть это мы что сделали? Купили дешевле, продали дороже. Кому купили, кому продали? Клиентам. Каким клиентам? Юридическим или физическим? Физическим. Юридическим. А? Юридическим. Юридическим. А кто думает, что ты делаешь? Физическим. В обменных фондах. Конечно, юридическим. В жизни. На физических лицах из-за одного процента практически парализована вся работа. Потому что сегодня продавать, покупать валюту невыгодно. Мы зарабатываем гроши. 200-300 долларов в день на 40 обменных или 60 обменных фондах. Что значит плохой менеджмент на уровне государства? Вот сидит дурак какой-то и дал, ну вот как сегодня формируется в стране бюджет. Это то же самое, что бюджет банка или другой организации, или фирмы. Сидит министр финансов, например, и подает цифру. Премьер-министр, ну это еще не Ющенко, был Пустовокин. Премьер регулируемой экономики. Это когда с мозгами напряженная и ничего никто не прогнозирует и не считает. И подают цифру. Что банки сегодня продают и покупают частным лицам несколько миллиардов долларов. Вот давай введем процент. И за это получится, что этот процент будет составлять чуть ли не 400 миллионов долларов в год или в месяц. Взяли и ввели процент в пенсионный фонд. В результате 70% обменных пунктов вообще закрылись. И никаких оборотов. Ну мы так держим, только там, ну для престижа. Потому что нельзя зайти в банк и не поменять валюту. А на самом деле сегодня от этих операций государство потеряло намного больше, чем, ну, ущемило налогами. И вообще налоги это плохая вещь. Там, где налоги маленькие в странах, там процветание экономики. Где вот такие вещи делаются, да, там всегда никакой, никакого бизнеса нет. На Western Union мы сегодня заработали полторы тысячи долларов на обмене валют 795. Но это сегодня выдающийся день. На коммунальных платежах 1100. Это в Киеве. Вот. Это всего 3400 по метр-гамму. Вот открыли ночное отделение, да. Вот у меня сколько мы тут заработали бабок. 70 гривен. Не знаю на чем. 53 гривны. Еще на чем-то. Вообще совершенно... А, вот. Карточки телефона. Ну, это сумма сколько купили. А где тут прибыль? А ну, скажите, Георгий. А какое-то отделение у нас? Так, ну, это вот господин Абучков. Зам подписывал. У нас сегодня прибыль по отделению 1119. Ну, где написано? Покажите. Глубокомысленная, молча. А зачем вы мне вообще давали эту справку? Зачем вы мобану переводите и справку мне вывели? Это зам дал сейчас начальник обороны. Очень, очень такое глубокое по смыслу объяснение. Что зам что-то дала, и вы мне, почетному президенту банка, суете эту дрянь каждый день. И я все время думаю, на хрена он мне эту справку дает? Не могу понять. Чего сумма? Вы хоть сами ее видели? Ну, сумма чего? Говорите. Все. Ну, скажите. Георгий, покажите. По коммуне. Покажите, нет, отдельно по операции. Ну, покажите хоть отдельно по операции, не все равно. А совокупная нужна или не нужна? Нужна, конечно. Неужели? Так вы только сейчас поняли об этом, да? Правда? Они пишут просто, я их заставляю писать. А чего же они сегодня не писают? Да у меня же нету на деление. А вы думаете, до этого было? Думаю, был. А я думаю, нет. А вы уверены? Уверен. Давайте спорить, что не было. Уже ли. Да. Не было? Было. Не было. Вот. Сумма чего непонятного. Где прибыль? Ну, что вы рассказываете? Где прибыль? Да вы сейчас там что-нибудь. Ну, вот отдельно, вот отдельно. Ну, скажите прибыль, назовите. Ну, по любой операции, назовите прибыль. Мне нужна информация, которая... Ну, зачем вот вы сейчас даже придете? Ну, будете мне морочить голову, ну, я долго с вами разговаривать-то не буду. Вы хотите что, оправдаться? Или что? Ну, а зачем вы... Я разговариваю. А зачем тогда вы сейчас брешете? Ну, вот тогда вы меня сейчас начинаете уже достать. Ну. Я вас спросил, прибыль есть. Вот присутствие всех. Вы сказали, есть прибыль. Зачем вы меня обманули? Меня обманули. А что? Что сделали? Не разговаривали. И столько смотрели в нее, извините, как это, на новые ворота, и все никак не могли разобраться. Ну, что тут разбираться? Я сразу вижу, что этот дурак составлял, да? А вы ее мне подсовываете на этот самый. Не делайте такого. Я обращаю внимание на все, да? И на то, где кто сидит, да? Обычно передовые люди сидят на первых местах. У меня мало времени для того, чтобы принимать решение. Я быстро буду обращать внимание на все. Кто прячется, кто подальше, кто поближе, да? Потому что я должен буду дальше принимать решение, кого двигать, кого нет. Кто как реагирует на мои слова. Кто задает вопрос, кто не задает. Кто справки подписывает от фонаря. Я говорил о том, что ни один документ от фонаря не может быть подписан. Но это, слава богу, не господин Кучков подписывает, а какой-то дурак, который у него там все закончен. Он даже не знает, зачем он это все составлял. А на самом деле, зачем мне это надо? Как вы думаете? А? Чтобы работать или нет, что мне не работать. Да. Ну что же вы мне решаете возможности? Закрыть мне ночью, я же банк несет расходы. Или нет? Разберусь и доложу. Да вы сами с собой разберите. Сколько там было. Ты похожа на 1200 гривен. Вот мы, я ввел, понятно. Я ввел платежи с 18 до 19, ну мы сегодня работаем единственный банк до 20 часов. И ввел такие графы. Вот какие операции мы начали проводить с 18 до 19 и с 19 до 20. Я отменил перерыв. Ну не для людей, а для банка. И вот у меня результаты такие. Ну 205 платежей мы принимаем в обед. С 13 до 11 до 18 до 19 и с 62 до 20. Ну сейчас все замерло, поэтому как бы... Первое время мы несли порядка 10 тысяч долларов убытков из-за того, что охрана стоит дорого. И с 18 до 20 нам пришлось ввести дополнительных людей. Кассиров, там бухгалтеров. Ну сегодня это уже, ну... А завтра, как только люди будут уверены, что всегда мы открыты с 19, с 18 часов до 20, завтра сбербанку будет хана. Ну что это удобно. Но лишь бы они всегда знали, что мы всегда открыты. В любой день. Бывает иногда, ну, директора некоторых отделений говорят, Ну зачем нам, ну, выходные. Ну никто не придет. Да? Говорят. И говорили, когда я открывал много начальников. Никто не будет ходить. И действительно первое время не ходить. Как только мы один раз закроемся, 31 декабря, какого-то, ну, пример, или какой-то праздник, да? Я, а всего один клиент зайдет, да? Он всем расскажет, что мы закрылись. И когда человек в следующий раз будет идти, он будет дергаться. Ну, стоит ему идти или нет, может закрыть. Должно быть у людей уверенность стопроцентная, что мы не закрыты. А в регионах почему вы так не работаете? А в регионах, потому что сегодня в Киеве заключено несколько тысяч коммунальных всяких договоров. Поэтому есть, что делать нам в отделе. В регионах нечего делать. Непонятно, что они будут. Ну, Вестерн только. А наша основная идея это применять за газ, за воду, за тепло, за всякую дрянь, за телефонные переговоры. Вот такая. Мы как бы коммунальный банк для населения. Потому что когда мы рынком овладеем, и чуть-чуть люди поднимутся, да я введу за каждую платежку деньги, и уже никто не будет никуда ходить, кроме как у нас, 19 пенсионных счетов. Уменьшился у нас на 3,5 миллиона депозитный портфель по юрлицам. Плюс 136 тысяч гривен и 3 тысячи долларов. А всего мы приняли сегодня 55-56 тысяч долларов и 170 тысяч гривен. От населения. 104 карточки выделили. Мы заработали по золоту за неделю 500 долларов. Что-то у нас золота нет. Завтра мы его получать будем. Сегодня у нас вчера было мало денег. За день мы заработали 171 тысячи гривен. 10 600 мы заработали в ривнах. Это размещенные и привлеченные. Привлеченных у нас 251 миллион 474 гривны. И вот на этой сумме мы зарабатываем всего 10 06 тысяч гривен в день. Как вы думаете, из чего этот заработок становится? 10 тысяч? 251 миллион. Ну, кто скажет? 5 процентов. А для чего? Мы их размещаем. Люди платят больше. Мы их размещаем. Ну, где размещаем, помещаем? Мы можем номер в банке расти, можем обрабатывать кому-то. Ну, как вы думаете, где они размещены? Где они работают? Я думаю, кредиты, которые мы продаем в банке. То есть, это мы выдали кредиты. Правильно. Еще где? Продать ресурсы на межбанке. Ресурсы на межбанке мы продаем. Правильно. Это тоже. И все это в этой справке есть. Сколько мы... Вот на межбанке мы продали, разместили 20 миллионов. Юридическим лицам 19 миллионов. Физическим лицам... А это я вам... Это в долларах. В гривне. На межбанке 34 миллиона разместили. 54 кредита юридическим лицам. Остальное кредиты физическим, ломбардное там и ВГЗ. Ну, всякая дрянь. Вот. А вот у нас 11 тысяч долларов. То же самое мы заработали за валюту. За валюту заработали... Разместили 20 миллионов долларов межбанки. 19 юридическим лицам. 14... Нет, это 2 миллиона, наверное. Нет. Это 54 миллиона долларов размещенных. Правильно? Кредиты юридическим лицам 19 миллионов, межбанк 20 миллионов, кредиты физическим лицам 14 миллионов долларов, а всего 54 миллиона долларов разместили. Во! Какие масштабы. Нет, это всего кредит на портфель. Так. У нас такой вопрос. Как бы я зарабатывал деньги, находясь на вашем месте? Очень важно для меня, чтобы вы зарабатывали на всех операциях. То есть первое время вам необходимо научиться осуществлять все операции. Поскольку мы являемся универсальным банком, и отработали для вас все виды услуг. Кредиты, оверграфт, ну кредиты там под машины, под квартиры, под... А? Под обороты. Под обороты, правильно. И потребительские, амбарные, продажа золота, карточек, виза, мастер, карт, American Express, чеки, потом зарплатные проекты, потом, да, чеки там, Western Union, депозиты, юрлиц, физлиц, разные виды депозитов, пенсионные счета. Все это вы должны осуществлять. И на первом этапе самое главное, чтобы вы, как к вам клиент попал, вы все, ну, вы как бы операцию-то сделали, и тогда только вы берете инструкцию, потому что раз уже вы ее читали, и она для вас откроется совершенно в новом, ну, ракурсе, потому что вы поймете ее прикладное значение. Ну и тут же вы помните, что главный вопрос, который мы все время будем затрагивать, это какой? Лиск. Лиск, да. И тут же вы сразу прошлись по рискам, да? Где у нас прокол? Ну, например, у нас недавно карточки оформлял один человек, и одновременно он же еще что-то делал. И фактически он мог сам себе открыть карточку и вставить нас на любую сумму. То есть любая операция должна быть разорвана по... по разным... А? По исполнительству. По исполнительству. И в этом и есть гениальность управления. И как только вы такое мне предложение дали, сразу вы для меня, ну, я как банк, да, для банка вы представляете особую цену. Потому что не хватает все время анализа риска. Это очень важный подъем. Да. Как только вы всеми операциями овладели, появляется следующий вариант, как бы, дохода. Вот, когда я веду, я провожу, ну, такие переговоры с клиентами, вот сегодня у меня был крупный клиент, то есть я могу брать вас, как только вы, ну, мы говорим о том, что мы партнеры, да, и если у вас появляется крупный клиент, то вы можете для пущей убедительности даже назначить мне встречу. Ну, и любому вы клиенту крупному, особенно всегда можете сказать, что вы в особых отношениях со мной. И у вас нет нерешаемых вопросов. И очень важно, чтобы в ваших глазах клиент всегда читал, что вы не клерк, что вы не этот самый дворник, да, и что надо обязательно идти к черновескам, что-то решать. И обычно такое мнение у многих людей и есть. Ну, поскольку меня знает, вот звонит мне какой-то глава администрации и говорит, мне нужно сдать деньги на депозит. Я говорю, слушай, иди, я тебя сейчас назову классного директора отделения, и он все тебе сделает. Да, и обижается. Что-то я задаюсь. Где я ему этот депозит буду принимать, во-первых, а во-вторых, я же знаю, что в Центральном банке его хуже обслуживают, чем обслуживают его на лучших наших отделениях. И здесь уже, да, когда вы все виды услуг знаете, вам важно все абсолютно эти виды услуг предложить клиенту. Вот, например, приходит, ну, и вы это будете делать, и ваше величие зависит от того, насколько вы можете клиента повязать нашими услугами. Ну, как бы, не повязать это, а? Понять, что ему надо, здесь не ломать. Поломать, здесь же не ломать. Вот, во-первых, да, чтобы он, совершенно верно, но, с другой стороны, это сервис. На самом деле, вы сделаете ему большое одолжение, потому что каждая наша услуга является уникальной. Конечно, если это исполнитель, то когда он принимает на депозит деньги, он молча, тихо, да, развернул компьютер. Вот, например, вы, да? Вот, садитесь на противнюю. Вот вы мне даете, например, да? Я не перевеличиваю, ну, я не думаю, что вы зарабатываете еще много. Держите. Вот вы мне даете эти деньги, и я должен принять их на депозит. Давайте. Отлично, давайте. Смотрим, что вы знаете, да? Вот, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, считаем десять, все, что у меня есть. Ну, это уже неплохая сумма, да? Что вы говорите, что я говорю? Давайте. Я клиент. Да, вы клиент. Вот у меня есть определенная сумма. Так, стоп, интересно. Я клиент. Я пришел вам принести депозит. Хорошо. Я их пересчитал. Пересчитай. Нет, давайте только не теоретизировать. Спрашивайте их тысяча долларов. Поехали. Тысяча долларов, да? А как бы вы хотели? Вы на краткостроковый или на долгостроковый? Генеально. На долгостроковый. На долгостроковый, да? Можно и по-украински сказать? По-украински. Только по-украински. Да. На долгостроковый. На долгостроковый. И вы как хотите их разместить? Мы вам предоставляем такую, значит, посылку, что вы можете, как на себе их оформить, этот договор, так что можете на совкладчика. Вас это цікавит или не цікавит? А зачем вы это предлагаете, чтобы на расслышать? Какая идея? Ну, то есть я ему рассказываю, насколько она широкая. На украинский мы договорились. Я ему показываю, насколько мы широко можем его... Та ничего подобного. Потому что, как только вы правильно говорите, мы зарабатываем на этой операции. То, что вы второе предложили. Это генеально. Только вы тут же потерялись. Поехали дальше. Далее. Ну, я вас запитал. Ну, вы запитали. Не требовало меня. Не требовало. Ну, значит, я перепрошу. А вы пенсионер или не пенсионер? Я пенсионер. Пенсионер. Чудово. Потому что именно для пенсионеров, таких как вы, я вижу, по чам вы до нас зайшли, не знали, куда вы идете. Да, по чам бачите. Только... Так, хорошо, по чам бачите. Ну, значит, саме для вас, как пенсионера, у нас разработана така послуга, что мы увеличиваем валютный процент на... Класс. Я... И что от меня требует? Пенсионное посвящение. Пенсионное посвящение. Значит, я вас запитаю. Вы пенсию получаете где? Збербанк. Збербанк. А навіщо? Если вы будете получать ее у нас... Так, уговорили. Я готов открыть у вас пенсионный рахунок. А у вас дружина? Есть дружина, а она где обслуживает эту пенсию получаете? Она тоже с Бербанком. Вы до нас пришли, вы уже готовы нам оформить. Напевно, я думаю, что ваша дружина також бы захотела с нами працювати. Ну, а чему это вы нам захотели? Потому что я вважаю у вас семейные приоритеты, и вы давно живете, я так понимаю, и, значит, вы... Что вы приказываете? Ну, поехали, про меня. Потому что я вчерашний человек. Ну, поехали быстрее, давай говорите. Значит, да. И вот, если вы вдвоем будете получать больше суммы вместе, значит, больше... На украинской мове поехали. Больше процентов, больше доходов у вас будет. Ну, вот. И, взагалі, вам подобается, как у нас обслуживают? Да я в жизни первый раз вам зашел. Откуда я знаю? Значит, я вас полностью под свою ответственность говорю, что власть это задовольнить на вси 100%. А чему это оно мне задовольнить? Потому что вы можете, навіть, зараз давайте переверим это. Вы можете выйти из моего кабинета, мы вважаем, что мы на кабинете, да, и запитать в любого бухгалтера, в любого касира якусь послугу. Давайте придумаем... Я в жизни своих никаких послуг не вам. Какие послуги вы имеете? Если вы не мали никаких послуг, то это тем больше... Темпи, 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 поехали. Не мав послуг. Я не хочу никаких послуг. Дальше. Самое лучшее. Все? Нет, я еще пообещаю ему, что... Я ему не пообещаю, мы еще раз поясним, что про то, что он до нас зашел, никто не узнает. И когда я сказал вчера клиенту, до речи, он сказал мне, что он уцеловался в Украине. Все, все, так что вы мне... Я вам скажу, что конфиденциальность, у нас самое главное, кроме... А что это такое конфиденциальность? Конфиденциальность, это та речь, яка свидетельствует о том, что вы до нас зашли, никто не узнает. Про то, что вы у нас сделали, никто не узнает. Как не узнает? А вы не видели вашего борщица и этот... У нас, я вам могу пообещать, что с подбором кадров у нас это очень серьезно, и... А что, Звербанку не конфиденциальна? Знаете, я вам про это ничего не скажу, потому что на другие банки есть такой пикет, мы говорить ничего плохого не будем. Но вы там обслуговуетесь, вы, напевно, сами понимаете разницу. Хорошо. Кто хочет еще, присаживайтесь со мной, или кто хочет добавить чего, господин хороший не сказал. Ну, во-первых, нужно было добавить то, что мы работаем, как бы, с 9 до 8. Это даст возможность вам прийти в любое время и получить деньги. Отсутствие очередей и то, что вот уборщица не слышала... Отсутствие очередей. Дальше. То, что если вы переведете к нам свой пенсионный счет, вы получите в конце года 5% годовых по остатку... Нет, это брехня. Бесплатно на пенсионера открывается счета? Да, бесплатно. Необязательно самой приходить за пенсию. Бесплатная карточка. Бесплатная карточка. Думаю, для убедительности, что банк входит по рейтингу в десятку лучших банков в Украине. Да, ну, в десятку лучших банков. Что еще? Проценты вы можете получать как ежемесячно, так и в конце срока. Причем в конце срока у нас самые большие ставки по банковской системе. Да, а перешевать сроки. Вы можете приходить в наш банк и подписываться на розеты и журналы. Вы можете платить за коммунальные услуги. И вам не надо будет ходить ни в Сбербанк, ни на почту. Все мы делаем в нашем банке. Услуги и подписка на газету. Отделение по всему банку. Отделение по всему банку. Скидки получаешь. Любую сумму можно снять. 5 гривен, 10 гривен. Что еще? И бесплатно. Мы полномочены по старбайтерам. Вам один есть полномоченный по старбайтерам. Что еще? Именно для пенсионера у нас повышена ставка. Так это главное. Ну, значит, у меня какие замечания по нашему разговору, вот по менеджменту господина директора. Есть какие? Что он не так делал? Или все нормально? С моей точки зрения, по-моему, он навязывал услугу. То есть, вы считаете, что навязывали не нахо. Какие еще мнения? Именно учитывая не упомянула. Нет, не доставать то, что одно сам вкладчика сразу предложил. То есть, это надо было немножко позже. Сначала там по процентам, по всему остальному. Да, значит, на это нормально. Навязывает, вы считаете, что навязывал. Какие еще есть мнения по этому разговору? Что не так делал директора? Волновался и немножко сбирчиво говорил. Что еще? Можно? Да. Сказал, что я вас по глазам вижу. То есть, это как бы... Нет, по глазам вижу, что плохого там. Как плохого? Сказать, что... Ну, ты такой несчастный человек, что вот вы пришли к нам, что только я вам могу поговорить. Если вы как бы унизили. Я полностью с вами согласен. Да вы не стесняетесь говорить. Дальше. Если разговаривать на украинском, то разговаривать на чисто украинском. А вы на широм украинском? Что? Не, ну, он просто на меня индируется. Чтобы я не подумал, что не зауважал его. Я его уважаю. Мы на Украине должны на украинском говорить. Ну, моя беда просто, что я жил в Харькове, и у нас не было украинского. Так, сейчас перехожу вот это конец. Ничего, нормально. Я украинец настоящий, или как правильно? Украинец, сто процентов. Я здесь вожил. Я бы сказал, что любыми вопросами он может обратиться лично ко мне. Если у него будут какие-то проблемы. Лично. То есть это личное такое внимание человека, оно должно быть... Так, 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 поехали, поехали, поехали. Значит, вот смотрите. Тогда я вам скажу, что мне понравилось и что не понравилось. Если вы будете возить, то можно приложить код. После подвода. Да. В принципе, да. Есть два, как бы, вида замечаний, которые вы сделали. Одна часть, это как бы рассказ о банке, да? То есть здесь явно директор отделения, ну, не до работы. То есть он бы, конечно, мог рассказать больше. Но с другой стороны, я не вижу вообще проблемы и не думаю, что такому клиенту надо особенно уж много про банк. Ну, и говорить. Это не юридическое лицо, а это все-таки пенсионер. Поэтому про банк можно еще говорить очень много, и я эти замечания особо не ценю. Я полагаю, что вы их все будете тарабанить по полной программе. Но самое главное, чтобы это как бы не как попувай, да? А каждому человеку можно рассказывать про отдельные, ну, какие-то... Пенсионерам лучше рассказать, что мы уполномочены банком по пенсиям, вот. И это всего 10 банков на Украине. Вот. И к нам очень высокое доверие правительства. Это очень важно. Полномоченный банк по пенсии и по астарбайтерам. Он сразу воспрянет духом. Да, это серьезно. Дальше замечания. Вот, что бы я выделил, да? Ну, во-первых, хорошо провел разговор. В принципе, нормально. На что я обращаю внимание здесь? Что гениально, да? Вот очень важно, что директор пытается навязать услуги. Но это не навязать. На самом деле улучшить жизнь клиента. А мы везде за все берем бабки. Но на самом деле намного больше зарабатывает от этого клиент. Потому что наша новая услуга, это не просто, что мы его ободрали, да? А то, что мы ему дали сервис. Ему намного легче станет шить. Я скажу, где гениальность, да? Спросил пенсионер или нет. Класс. Потому что как только я узнаю, что к вам зашел пенсионер, да? А мы скоро оборудуем телекоммуникациями все отделения, да? Вот я однажды проводил... Взял, записал на пленку. В банке это возможно, да? Но мы ничего такого не делаем. Но как бы специально, как вел переговоры начальник кодированных счетов. И сразу мне стало ясно, ничего у него никакого будущего. Конец света. Я такое увидел, что мне стало дурно, и мне чуть не вызвали скорую помощь. Значит, ситуация у него была такая. Я вам эту кассету, кстати, сказать... Где директора? Да, вы запишите. Я вам эту кассету прокручу. И вы скажете, какие замечания у вас по менеджменту этого человека. О, класс. Следующее занятие вы посмотрите, как... Менеджер ведет беседу с клиентом. Значит, что классно? Предложил совплатчик. 5 долларов шлеп, и мы заработаем. Но, кроме того, он услугу внедрил. Это очень важно. Пенсионер. Класс. Нам нужны пенсионеры. Тут же он карточку не предложил. Да? Не предложил? Не, не предложил. А вот здесь гениальный тот, кто сказал, что карточку надо. Потому что по карточке мы, во-первых, значит, мы... У нас есть вообще интересные договора с компаниями. За... ну, со стороны дисконтной... Ну, той компании, которая дает нам дисконт, да? Там возможен нам, ну, определенный процент. Это раз. Во-вторых, по транзакциям мы начнем, ну, тут же зарабатывать. Ему захочется еще положить деньги. Ну, и он будет ее показывать всем пенсионерам. Так, значит, хорошее что? Пенсионер и совплатчик. Плохо что? Не предложил карточку, вот, не рассказал о дисконтной программе, что страшно важно. А у нас ведь полно всяких кафе, а для пенсионеров прачечных. Недавно встретил я одного пенсионера, он говорит, слушайте, никогда не знал, что такое класс. Закажу в прачечную, где я всю жизнь платил по полной программе, а тут мне 15% дисконта дали. Во! Ну, вы даете. Ну, я счастлив от этого, да? Обидел пенсионера? За что? Он всю жизнь работает. На страну. А вы ему дисконтник не дали. Проблема. И я, конечно, если это увижу, я тут же сделаю соответствующий ему. Ну, пару раз поговорю. Потому что самое главное нам действительно на беззак. И вы абсолютно не правы. Немножко не правы. Да. Именно люди не знают о банковском сервисе. Значит, кроме карточек, я бы, наверное, предложил бы ему взять товар-кредит. Не предложил. И вы не предложили. Ну, вы не предложили еще потому, что вы нифига не работаете. А он уже работает, я не знаю. А ему, наверное, нужен телевизор. Этому хорошему человеку. И мы можем на нем заработать бабки. И он телевизор себе купит или холодильник. Не предложил. Но даже если он не купит, ему надо было бы это всучить. Эту нашу, эту самую. И он бы разнес бы. Не спросил. А кто еще у вас соседей, может, захочет, вот когда он увидит список дисконтных этих самых. Не спросил. Ну, это как бы неважно. А вот то, что это дисконт, то, что не по кредиту, это проблема. Теперь, не сказал, что под залог депозита мы можем выдать кредит в любой момент и уравнять процентную ставку. То есть, вот в чем смысл, насколько банк классный инструмент, вы себе представить не можете. Только для тех, кому может менеджер объяснить. Но они же не знают. Что вот у нас иногда человек может положить 100 тысяч долларов, да? Если у него хороший менеджер, то завтра он ему одолжение такое сделает. Ну, с ума сойти. Завтра он приходит и говорит, а мне нужен кредит. А когда у менеджера мозгов нет, то он, ну, не кредит, он говорит, мне бабки нужны, срочно. А у него проценты на год, ну, в конце года. То есть, он потерял все проценты. А на самом-то деле, мы ему можем сказать, бери кредит. Здесь у тебя 6 процентов. С половиной. Я начал за счет того, что ты такой крупный, и мы тебя уважаем, да? Мы тебе даем кредит. Вот 6,5 процентов. Плюс наши 1 процента. Всего лишь. И ему не надо разрывать договор. А ему сегодня до 10 дней бабки нужны. Ничем не рискует. Ну, правда, мы не дадим ему не 100 тысяч, а сколько? 50. А? 70. 50. Почему 70? Там зависимость. Почему? Ну, давай, давай, давай. Нет, ну, так... Не отстрал вас быстро, да? Никогда не называйте меня от фонаря. Нет. Я ведь всегда спрошу, почему? Может, 100 тысяч, потому что они абсолютно ликвидны. Там же... 100. Ну, да. Нет. Сколько? Вернуть можно, что всегда... Кто скажет, кто умный? А сколько клиентов? Линдус 100. А сколько мы можем его дать? Мы с 20 процентов. Мы с 20 процентов. А? Мы с 20 процентов. Мы с 20 процентов. Умный человек, точно. Виски! Чего же вы? А рис, зачем же нам брать за эти 6,5 процентов в конце срока? А если не отдастся? Если бы он расторг договоров, мы бы их заработали. То есть, если он держит... Ну, это понятно, да? Вот это и есть наш риск. Поэтому мы дадим ему за минусом 6,5 процентов. Ну, или там сколько, я не знаю, они деньги были. Ну, это как бы вопрос, да? Но! Как только вы ему эту услугу сделаете, как только менеджер не отморожен, а у вас таких случаев миллион будет, все. Этот человек будет поздравлять вас. до конца своих дней. Потому что на самом деле вы призваны банками, да? Помогать людям. Не навязывать, а помогать. Разве навязывать это, если же мы дисконты бегаем по всему городу, когда заключали этих договоров? Мы же помогли! на заправку, магазин, везде. А еще посмотрите, что это сделает. вот, что банку говорят. Вот это класс. А у нас полным-полно случаев, когда человек разрывает договор, да, и бедный теряет эти проценты. Мало того, и в разговоре можно ему сказать, послушай, раз ты кладешь такую сумму, я тебе советую, ты ее разбери лучше по договорам, или возьми лучше чеки. Ну, потому что, когда тебе будут нужны деньги, да, чтобы ты не ломал весь договор, я ничего не смогу сделать. Лучше разбери по 10 тысяч. Уже он понял, с кем он имеет дело, да, не с человеком равнодушным к его банкам, к его судьбе, да, а с человеком, который, ну, как бы, проникся его проблемой, он хочет ему помочь, он всем это расскажет, он такого никогда не видел. И от того, что вы очень сладкий были, да, это плохой менеджмент, директор банка имеет достоинство, и не сисюкает какой, и глупости не говорит по части того, что я по глазам вижу. Да если бы вы мне такое сказали, да, ну, в лоб бы я вам не дал, а лет 20 назад дал бы. Вы меня обидели. Вы что, меня за идиота держите? Я не идиот. И кто вы такой, чтобы говорить мне про мои глаза? Мои глаза нормальные. И ничего вы по моим глазам не увидите, вы еще до моих глаз не дорослили. Я вас уверяю. Так что не надо нас дурить. Это вы уже перешли на панибранс. Обстановка абсолютно официальная, солидная. И вы въезжаете полностью в тему этого человека. Но при условии, что если он расположен? Не может это тянуть его за рукава? Ну, давай сюда это вот еще и. Если он не хочет, все. Всего лишь солидно, мы ему можем говорить о наших возможностях. А они без председей. Мы все можем. Мало того, вот сейчас мы сможем, мы можем ему, вы будете это знать, да, мы можем вам предложить работать, если он помоложе, через клиент-банк или по факсу. У нас есть такая возможность. Если он уезжает за границу и по нему видно, да, мы можем сказать, мы тебе сделаем возможность, ты сможешь переводить деньги всего лишь по факсу и по телефону. И это у нас работает. Но, правда, никто еще как бы этим не воспользовался серьезно. Ну, там не понятно. Так, мы ему дисконты, карточки, кредиты. Да, кредит мы ему предлагаем обязательно. И обычный. И под, ну, этот самый, и такой, да. Мало того, мы не предложили ему международную карту. Он нам штуку принес. Но это потому, что вы не знаете, да? И к вам претензий нет. Тысяча долларов это бабки. А нам всего лишь надо для обычной карты, в карточке 250. Поэтому тут же я бы его на карточку расколол. И это был бы класс. Потому что, если только он едет за границу, а я езжу за границу, пенсионер, да? То мне эта карточка нужна. И открыл бы мой овердрафт до тысячи долларов. И он бы мне еще за карточку заплатил. Уже две карточки у меня. Что бы я еще с ним сделал? Ну, а рассказывать можно много. И про прогнозуточную службу, и про то, что мы самые надежные и так далее. Но самый высокий класс разговора это, конечно, с юридическим лицом. Я даже не думаю, что кто-то из вас готов провести со мной разговор как с юридическим лицом. Кто хочет? Я юридическая компания. Ладно, чтобы так как бы не тянуть. А можно наоборот? Вы юридическое лицо? Ну, дело в том, что для этого я должен дать вам какие-то ну, вводные данные. Ну, для этого. Я просто расскажу. Не хочу. Я, когда вы упрётесь в крупного клиента, да, я, может быть, проведу какое-то занятие. Ну, это, в принципе, очень просто. Все услуги, которые мы по юридическим лицам оказываем, да, мы можем, это мы обязаны этому клиенту рассказать. И я демонстрировал и Рене, и другим, и детям своим, и нашим директорам отделений, что от меня клиент уходит, да, разодранный на части. Вот я ему всё. И зарплатный проект, да, обязательно. И никуда он не денется. Потому что я владею цифрами, вы там, у вас все эти маленькие наши бумажки есть. Почему зарплатный проект выгоден? Потому что инкассации нет, а за инкассацию надо платить проценты. Рисков возить бабки нет, и кассира не грохнут. А у нас, у некоторых клиентов, грохнут. Сокращение в бухгалтерии, до 20 минут сокращается, если эта фирма как наша, это же надо получить зарплату, это теряется время. Всё это можно умножать, там всё это, ну, эти 20 минут в Министерстве промышленности. Но он до сих пор не знает, зачем банк нужен. И до сих пор у него в голове, что на самом деле счета надо открывать по бланку. Прошло то время. Мы все услуги оказываем. Мы лучше любого банка, который будет рядом с вами. Лучше Киева, Хрещатика, Мрещатика, Экспресса, ещё кого-то. Потому что всё у вас есть для того, чтобы клиент ушёл такой задоваренный, да, что у него прибыли тут же пошли, вот, и ну, у него намного будет больше прибыли. И мы на нём заработаем. Я с любого клиента сдержу три шкуры. Но одновременно он десять шкур получит в результате. Я ему тут же расскажу и про конфиденциальность платежей в системе филиалов. Я обязательно спрошу его, сколько у него филиалов. И как только я ему скажу о том, что если он окроет филиалы у нас, сразу мы проходим мимо мимо НБУ, это раз. Во-вторых, для крупного системного клиента мы можем, вы мне только позвоните или напишите предложение, если у него десять филиалов, мы можем сделать ему систему, где у него основная проблема какая? На филиалах сидят, бывают жулики, он не знает, куда они тратят деньги. Мы можем дать варианты, у нас самая дорогостоящая система курсчета, третья модель, которая в онлайновом режиме позволяет управлять всеми нашими счетами. И мы можем написать программу, ну, просто вопросы для нашего этого не назначить, как она называется, вот, чтобы оно давало каждый день вам распечатку. Это вообще времени не займет. И у него будет, представляете, каждый день ему уже эта информация по-зарез нужна. Каждый день он будет знать, сколько у него вытарок в магазине в Первом Раку, в Николаеве, в Одессе, Херсоне, т.д. т.п. Сколько потратили денег и куда там, здесь, ну, вообще, из-за этого мы еще даже тарифы не установили. Это просто как подарок, да? Но за подарок он откроет у нас везде счета, и у нас начнутся остатки. А у вас будет это все в доход. Потому что считаться в доход это будет не тому филиалу, где это открыто, а вам. поэтому филиалы все у нас сумасшедшие бабки вы уже заработали. Карточный проект он тут же протащится и все остальное. Ну, это когда вы все это будете знать, да? Если у него хорошие обороты, мы ему даром даем золотую карточку и его клиентам. Мы уже по золотой карточке начинаем зарабатывать в кредит. Потому что это же на самом деле ему удобно, ему не хочется на депозит отвлекать деньги. Зато когда он потратил, он нам еще проценты за кредит зарплатит. Ну, поскольку он пользоваться будет нашими деньгами. По закладному проекту я сказал, кредит ему класс, овердраунд это высший класс, то есть предложить ему он скажет да я никогда кредитом не пользоваться. Ну и что? Дайте мне ваши данные по работе в другом банке. Он показывает что у него в день 100 тысяч туда-сюда ну там пример. Мы ему там не помню 40 до 40% мы даем без залогового кредита если он давно работает. Ну уже он 40 тысяч в день имеет овердрафта. И как только мы ему овердрафт открыли вы уже начинаете зарабатывать посерьезно. Это небольшой клиент 100 тысяч а на миллион а у него 400 тысяч авиадрафта. То есть когда у него ноль на счету он же не считает ничего. Ему надо перевести. Он же не знает каждый день состояние своего счета. А ему платежи какие-то нужны. Попал когда у него бабок нет. и тут же мы проценты и ему выгодно потому что он как бы не потерял сделку и нам выгодно потому что ваши деньги уже работают кредит. мало того каждая услуга но я не хочу рассказывать это миллион еще мы тут же ему говорим когда инфляция тебе не надо мучиться ты работаешь право из банка имеющим лицензию на золото как только инфляция ты сразу можешь загонять нам бабки в золото и мы останавливаем инфляцию понятно почему потому что золото это же валют а иначе куда их делать и он все время думает не дай бог она грохнется куда девать выгонять выдумывать импортные экспортные контракты потом за тобой полиция гоняется а мы тем хороши что у нас но когда вы ему это скажете все он уже спокойно и про золото авернайда а про конфиденциальность а вы ему говорите старик пока я здесь можете на себя ссылаться никогда ни одно учреждение ни ЦРУ ни федеральное бюро расследований ни КГБ ни МВД не получит от нас ответа до тех пор ну когда вы его знаете конечно он если вы ему говорите что если вы покажете мне все свои операции да и я буду видеть что вы порядочный человек никто из них не говорит пока вы не увидите что от нас потребовали проблем не получит ответа и мы так и сделаем потому что мы патриот из страны вот и сегодня это вопрос жизни и смерти бизнеса все а еще когда вы ему когда запрос покажете никогда от вас этот клиент не уйдет вы его повязали уже так что он уже все и мало того вы лоббируете его бизнес он вместе с вами начинает расти вот я на совещании говорил 200 тысяч долларов выдал но он уже не мальчик случайно мы его взяли не было отличником представляете вы выдали 200 тысяч долларов да этот клиент и детей ваших поздравляем он не понимает что мы на этом зарабатываем он расценивает это личное должное вот какую силу вы получите если только вы можете этой силой пользоваться потому что я вам покажу на примере вариант плохого когда с клиентом разговаривает неуважительно это как бы проблем теперь дальше это по поводу зарабатывания сейчас я вам отвечу на вопрос когда вы по всем операциям пройдетесь я вижу идеология заработка такая у вас на каждом направлении может появиться зам зам пенсионера зам по привлечению клиентов зам по операциям сценными бумагами зам поэтому зам потому вот здесь мы начинали точно с тех же условий с таких начинаете вы здесь было у меня 24 человека 7 компьютеров 8 1 этаж 92 году я сюда зашел снял арендованное помещение арсенала дом и дом там было 740 метров вместе с хранилищем паутина кругом гинекологические какие-то кресла это была поликлиника и разломанные зубовочи тараканы бегают ну в общем жуткая история но самое страшное то что я не знал куда такое помещение и девать фактически мы поместились всего в одной квартире метров на 40 и начали работать сегодня трещит дом потому что нам негде сажать сотрудников то есть но это результат моей работы да я оказался хорошим мальчиком потому что многие банки так и остались в составе пятидесяти сорока человек уже у них нет операций а я стал насаживать 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 новые операции новых людей и благодаря этим людей мы вторгаемся все время в новые сферы увеличивается количество людей самов и так далее и сегодня я вам гарантирую что половину две трети людей никогда в своей жизни не видят кто-нибудь что-то ходит делают не знаю что они там делают да все пределы у каждого компьютер что-то он там делает вот обслуживает вас если у вас талант мы под вас начинаем покупать новую новую квартиру там весь дом и у вас операции больше чем в центральном банке и мы тогда открываем центральную контору у вас вас вы значили любого из вас представителя управления а мы здесь как отделение что смешного чистое правда ммм большие расяки остальные для неудач большие сегодня у меня был мальчик костя жива ваш рейт который периодически нас обгоняет 12 всего за 2-3 года вот вам большие расяки для неудач и лучше вы это никогда не говорите это состояние души и меня это как бы настораживает лучше вы не начинайте даже потому что я ведь все равно вас достану и выгоню как только я увижу что вы думаете как обычный человек нам нужны лидеры и это должность для лидера не для клерка если у вас нет мечты и вы не верите в то что вы можете развиться не начинайте потому что очень скоро мы расстанемся я лично ничего не имею только я вас достану как и любого другого я никому не дам не мечтать и развиваться потому что здесь полно для клерков работы больше чем 250 долларов здесь есть зарплата до 500 вот сюда сидеть до свидания и никогда меня больше не увидеть потому что это не для людей которые не смогут эту идеологию развивать во всех отделениях абсолютно будут работать только люди которые будут штормить вот и не давать работать центральному банку и под которые мы будем покупать и покупать и покупать квартиру вот как татьяна георгиевна здесь есть я под нее особняк на подорогу сколько подорога не стоит потому что она не помещается 136 клиентов за 8 месяцев это уже банк большой такие дела поэтому это не ее васики я никаких сказок никому не рассказываю я вообще не сказочник я серьезный человек такие вот как бы дела какие да ну и есть еще один вариант нашего сотрудничества может случиться так что вы себя проявите у вас появится вкус какой-то одной операции да и вполне вероятно поскольку вы вполне самостоятельный банк то есть есть два варианта вы хорошо пишите отчеты развиваете все операции я всю жизнь вас люблю и получаете доход и у нас он будет в течение года в Киеве до 3000 долларов не заработал в течение года 3000 долларов по доходам до свидания центральный банк куда угодно потому что мне нищие директора отделения не нужны это тоже вопрос а потом я поставлю 5000 долларов потом 10 вот и в этом году уже некоторые отсеются кто не имеет дохода я не могу понять почему нищету разводить на этих должностях нельзя ну это как бы я рассказываю вещи которые вы не знали когда вам рассказывали об этом институте правильно я беру быка за рога постепенно чтобы вы понимали что вас ждет это принципиальные вещи поэтому кто в себя не верит чем быстрее сдаться тем лучше для него чтобы не было скандала здесь полно должностей нам очень нужны средний персонал на зарплату выше чем директор отделения вот такие дела если вы будете писать хорошо отчет развивать все операции доходы у вас будут хорошие вы выйдете через год на зарплату и вот все спокойно мы работаем нормально но может случиться так что кто-то из вас неординарный человек да и вот он будет тянуться в одну какую-то операцию если доходы будут я готов простить то что банк не развивается как универсальный моя идеология универсальная я хотел бы видеть каждого из вас специалиста по всем операциям но может случиться так что вы захотите заниматься только одним да вперед можно зарабатывать на ценных бумагах миллион долларов в день пожалуйста вы будете работать в этом направлении вот и мы под вас начнем набирать детей замов там помо и бог с ним закроем его отделение как универсальное вот работа с девяти до шести никаких пенсионеров вообще не мешает только гениальный человек ковал деньги с утра до вечера вот и для себя и для банка то есть такое тоже может быть потому что я говорил вам что в мире ни одного похожего банка не существует это по поводу как бы я зарабатывал деньги находясь на вашем месте максимальные зарплаты я вам говорил или напомнить какие были в прошлом месяце выделения все слышали да нет да максимальная зарплата была 35 тысяч гривен номер один по 24 тысячи было примерно почти 2 человека а остальные ну в общем у нас десять человек примерно выходят в район трех тысяч долларов это все люди которые проработали там полгода ну не больше а дальше пошли неплохие ну там я вам тогда зачитаю это ну на ближайшем совещании поднять этот вопрос ну максимальная была зарплата по моему 40 рублей или 44 тысячи а? 40 рублей да? чистыми какие вы делали? и я не отойду от этой идеи то есть как бы нам тяжело не было это пройти потому что на каждую гримну мы 75 копеек платим государству я буду это делать хоть подавитесь деньгами но я буду этих правил придерживаться определенное ну длительное время пока банк не завоевает ремонт а потом нормально офицер должен получать в Европе получает не меньше десяти тысяч долларов вот это как раз должность банковского офицера ну как у вас индивидуальная работа ну вот вот такие дела какие вопросы какие темы мы будем обсуждать еще можно вопрос почему в департаменте по привлечению клиентов зарплатам сотрудников какой-то был интересный антоник который вы не слышали в совещании в черном сотруднику это отлично работает не был винтам на заднем плане в черном костюме я его не отбирал за 1 не помню кто-то взял в печальнику попал кто был в черном костюме сейчас есть вы не не какой-то странный персонаж но кто-то попал я не граню хорошо поехали почему в департаменте по привлечению клиентов у сотрудников зарплата постоянная ставка а не процент от привлеченных клиентов у нас нет такого департамента у нас есть департамент задрыбанных сотрудников принимающих юридические дела клиентов они никого не привлекают не привлекают у нас есть департамент по привлечению клиентов зарплата докладываю вам в прошлом месяце 500 долларов плюс 19 с половиной тысяч они работают только от процентов но он ужасный у нас есть идея я любого готов из вас пригласить и ознакомить с ней я буду создавать настоящий департамент по привлечению клиентов если кто хочет завтра я готов кандидатуру это рассмотреть только заниматься тем но систем они там ходят вот это там три человека они ходят непонятно куда вот и зачем их где-то ноют чтобы открыли счета я их разгоню вот а нужно работать в системе то есть я у меня есть идеология мы берем все отрасли да смотрим какие самые ну привлекательные по емкости кредитной там по остаткам счета вот я подбираю людей из министерств ну это громадный департамент но я любого готов пожалуйста рассматривать и дать возможность попробовать работать ничего знать не надо вся идеология есть заряжена дальше мы начинаем догонку слать письма потом встречаться куда-то я могу позвонить у вас крупный клиент находится вы считаете что надо чтобы с ним ну первая встреча была ну звонок был мой пожалуйста он депутат я ему позвонил или министр спросить меня знаю позвонил скажу премии его это мой самый близкий группа что развиваете под крупным клиентом это у него оборудование какой-то или остаток потому что у одного миллиона считают крупным а для другой миллиона считается мелким для нас хорош любой клиент потому что у нас очень дорогой это самое дорогое на Украине мы берем за платежку до 25 рублей потому что это стоит того потому что мы континенциальные ну и все там крупный клиент против которого по вопросу можно обратиться к вам крупный клиент это это ну за миллион гривен оборота в месяц это уже нормально да ну это если нужно да желательно чтобы вопросы все решались сам потому что если только вашего авторитета не хватает это проблема вы самая авторитетная фигура в банке только тогда когда вы знаете все услуги и ну если вы идете и представляете банк солидно то все дороги вам открыты если вы уверены в том что вы в хорошем банке что вы можете все эти услуги ну ему оказать да что вы лучше из лучших да а если вы стучитесь скребетесь еще не назначили встречи да и ноете приемные да что прими директор да пошел я завтра вас выгоню сразу же как только узнал что вы не звонили да что вы предварительно не договорились вот что вы не написали ему сначала письмо вот или что вы где-то ныли это позор для банка мы никому ничего не навязываем не хочешь до свидания не надо еще такой вопрос а если вопрос уже уперся в то что ну крупный но ему нужны ну какая-то нестандартная там ситуация ну я не знаю зачем в принципе наши директора как бы справляются пока ну сами но несколько встреч я проводил там где у нас оборот там 50 миллионов в месяц я сказал директорам если нужно если мой авторитет что-то значит приводите просто я проведу политическую встречу что я рассказываю на этой встрече всегда и что вы можете говорить что это единственный банк который не занимается никаким бизнесом других я не знаю что мы никогда не подглядим ни в какой контракт чтобы украсть у него этот бизнес как делают иногда по сельскому хозяйству в аварии ну это плохого о банке вы говорите я не говорю это чтобы вы знали да что благодаря тому что я не занимаюсь неким бизнесом мы надежны что я не спонсирую не лоббирую свой бизнес и не карманный банк его бабки мой проект проголит не проголит вот это я рассказываю я ему говорю любому клиенту что вот я смотрю вам в глаза честно мы ничем не занимаемся самое главное ваш интерес мы будем их защищать до тех пор пока вот директор который вас привел будет утверждать что вы порядочный человек вот это я говорю и как депутат я всегда говорил пожалуйста я хоть он клиент хоть не клиент я моралист у вас проблема я подпишу депутатский запрос я позвоню министру я буду отстаивать ваши интересы если у вас ну какие то ну это не надо навалится все равно это как бы закрутно но на самом деле действительно есть проблема бумагу я поручение дам подготовить запрос ответить ну депутатский я действительно занимаюсь этим и не обязательно чтобы он был моим клиентом потому что я считаю что будущее Украины за бизнесом ну только в бизнесе мы можем вывести страну из а не коррупции и ни за что денег я не беру за какие услуги и там не за какие ну мало того мы придумали всякие мы подпишем если он у нас работает и он порядочный мы напишем бумагу мы его уважаем он всегда не сможет предъявить вам банк что он уважаемый наш ну массу всяких приятных вещей какие какие смотрите есть вот клиенты у нас нет такой услуги как то чтобы пополнять депозитный счет да и не будет она не будет пока но но я ее уваж на днях но как бы не очень охота мне ее уводить потому что мы я понимаю какая ситуация на рынке я вам привел к цифре да мы сегодня вот сто двадцать семь тысяч плюс у нас доходы я не хочу с ней возиться потому что это не очень выгодно для банка тогда надо уменьшать проценты потому что процент на процент получается ну как бы но мы ее введем на днях она будет просто проценты там не будут меньше вводим должны быть все условия выгодные и невыгодные в этом вы правы введем что еще каким программным обеспечением уже есть каким образом в банке достигается режим компетенциальности то есть как мы можем объяснить клиенту что мы ручаемся за безопасность это вы не были на лекции когда я говорил о компетенциальности да да я вам дам послушать спасибо мы очень серьезно я вам всем рассказываю поэтому мы сейчас все систематизируем то чего не слышал я разобью все эти ну лекции на как бы темы и те кто не услышал вы услышите вы будете в этом уверены на сто процентов какие есть вопросы и Саша вот я столкнулся в такой ситуации клиентка нашего отделения которая имеет валютный счет по какой то причине захотел открыть карточный счет в другом отделении нашего же банка и вот теперь для меня постает вопрос как разделить интерес банка интерес клиента поскольку я могу предложить ей снять деньги с ее валютного счета получить налог и положить в том отделении банка а могу сказать чтобы она просто перечислила со своего валютного счета на карточку которую она откроет то есть это уже вопрос что ей удобнее в другом отделении обслуживаться это во первых частного лица вопрос то вы должны сделать так как ей удобно потому что ничего вы там особенно с частных лиц не зарабатываете а если это юридическое лицо и вы его уломали и он открыл счет и навязали ему все услуги то при переходе в другое во первых ему не надо переходить в другое отделение и где бы вы ни находились вы везде в Киеве можете работать комфортно потому что клиент банк и вообще лучше ему банк не ходить поэтому вы находитесь на оболоне а он находится на крещатике зачем ему ну он как бы сначала был на оболоне приехал офис на крещатике при клиент банке нет проблем но если он тупой извините за выражение не хочет клиент банк то а вы его когда то привлекли у нас есть положение что он будет обслуживаться у него а получать доходы по остаткам будете вы понятно не получается так вот мы находим клиента вот в районе где не лежит наша не находится наше отделение пишем ему письмо он например отказался потом директор этого же отделения тоже пишет туда письмо и получается потом еще сейчас мы организовали новый департамент мы исключим такие проблемы есть такая проблема мы можем попасть в одного клиента с двух концов или с трех бывает а каким образом можно исключать вам не хочу на эту тему говорить я этим занимаюсь я организовал отдел информации и уже написал диалог сейчас они там программное обеспечение что еще что еще это размещение замы на отделении но это отделение практически не отнесли как там будет размещаться там стоять будет уходить грудильники стул дополнительный это как бы не проблема пока да а потом если дела в отделении нормально я говорил квартиру купить рядом это не проблема а стул поставить это тоже нет значит не будет замы я не знаю о чем говорить это конкретный случай будем разбираться мне мне вопрос относится стратегия по тактике так что такое стратегия и тактика в работе как бы вы бачили на новом отделении как бы я порадил стратегию и тактику ваше правило как бы нам рады так вы пишите на завтра как бы я порадил работать на отделении на новом стратегии и тактику нет проблем расскажи что еще такой вопрос когда я пришел наведали ему хочу услуг а он себе думает а вот я сейчас залезу по уши в этот банк а потом он ба-бах и лопнет да и вот спрашиваю вот я действительно что мне тогда сказали как в принципе я говорю да банк надежный 11 лет на рынке там десятку лучших вот Украина тоже был надежный все его хвалили но ба-бах а вы сколько уже на лекции на лекции ну я в понедельник не был вчера кто ответит за этот вопрос в первом банк первый банк отвечает перед вкладами клиентов своим имуществом есть резервы в НБУ всегда в первую очередь повышается обязательство клиентов то есть тут он защищен но он как юридический алисток говорит ничего ему не подать ну в первую очередь если клиент приходит в банк значит он уже уверен в том что он доверяет этого банка если он туда уже переступил по двух ну вот хорошо вы юридическое лицо да и вы пришли ко мне вот я директор банка вы пришли ко мне и я вам предложил все услуги да открыть а вы мне говорите а какая у меня я вам говорю я вот до этого обслуживался в Украине да и она лопнет да а я тогда вас спрашиваю какие вам нужны документы для того чтобы я мог вас убедить в том что банк на деньги поехали ну как бы это вопрос для дилетанта ну вы ничего не понимаете в бизнесе да поэтому как бы вы не знаете что нужно да да ну так как я могу вам ответить таких клиентов у нас не бывает я вас уверяю во-первых такие вопросы пришел банк он уже в банке как бы а все остальное вы прослушаете лекцию где я говорил о разных достоинствах банка о том что ну я не хочу повторяться что мы пять лет проходим международный аудит который стоит нам сто с лишним тысяч долларов в год вот и что мы что банк любой проверяется по ста параметрам ежедневно ну миллион вопросов которые есть все все дела говорят сами на себя да но все это рассказывается а клиент может сказать и все таки вы меня ну не убедили ну во первых те кто приходят они уже ничего не говорят они уже пришли они открываются с а если вы попадаете государственные организации вот ну завод там червоные скалаты например да то что бы ему не говорили он полностью отмороженный и вы ему ничего и не объясните скептик да а скептик нет он просто не слушает кто он такой не слушает вообще ну кто это правда как человек который восприним ну как сравнение с вами кто он такой не менеджер гениальный он вон баран кончен это же проблема всей страны что сидит баран и управляет крупным заводом он бывший дворник потом помощник слесаря слесарь старший слесарь партработник а партработник потом он да то есть он специалист ну в какой то отрасли он знает завод как свои пять пальцев и вот когда менеджер его ну когда его на аукционе начинает покупать он орёт кругом бежит да и к сожалению его воспринимают такие же как он в министерстве что это же не специалист идёт что это идёт ну вот он будет на меня говорить да чё же он идёт управлять моим заводом покупает когда он ничего не понимает он не знает как плетутся эти лапки или как льются гильзы на завод да вот в мире бизнес управляют люди которые никакого представления не должны вообще знать о технологии производства вот в чём проблема в голове что же вы ему можете объяснить когда он дурак законченный это слесарь которого выдвинули на директора завода он ни одной цифры не знает ни прибыли ни убытков его не интересует ему ничего не докажешь ни по карточкам ни по кредитам ни по овертрафтам он будет думать о пришёл вот это лапшу на уши и он промоинвестбанк и всё и он будет одно и то же долбой поэтому как сказано в библии нельзя это бисер перед свиньями ну как бы метать не о чём говорить если вы не понимаете кто перед вами сидит ему только можно предложить что давай открывайся а я твою дочку возьму на работу или сколько ты хочешь за то чтобы ты у нас открылся да процента это он вас примет это он вас примет поэтому когда менеджер не менеджер да и врывается и сидит и начинает убалтывать и пух конченого идиота о всяких услугах ну это конец света у нас работает например вот чтобы вы понимали да что управляют ну любыми предприятиями люди должны управлять которые вообще не должны ничего понимать как чего происходит всего лишь цифры да надо задать какие то вопросы да получить на них ответы и проанализировать состояние этого предприятия всё и понять где проблема убыточные вот или прибыли если убыточные почему как минимизировать убытки убытки или расходы везде одинаковые да это ну они как бы делятся на какие то группы независимо от того делаются это гильзы или трактора или химические какие то или шины никакого вообще не имеет значения вот всего две графы имеют значение это доходы да и расходы и доходы не то что он считает доходами когда он берет у него в доходах у идиота в балансе да сразу же что он покупает ну это уже расходы сырье там допустим металл да 200 ну гривен тонна да потом энергию там столько-то платит ну всего у него получается на единицу продукции расходов 20 гривен да а продает он да за 25 миллионов а да еще не может понять что же у него там это самое да а где тут проблема не учитывается все это это все учитывается аренда да нет все это учитывается дело в том что в условиях инфляции да самое главное учитывать все расходы и доходы только в одной какой-то валике можно привязаться к марке можно к доллару вот так я веду да поэтому в прошлые годы если он покупает по 20 а продает по 25 а инфляция составляет 100 процентов или 20 процентов вот в убытке потому что ему надо привязываться к доллару он потратил в этот день он должен зафиксировать за сколько он купил за 200 гривен тонну да он должен тут же перевести это в тот курс который был на то число да и зафиксировать этот расход в долларах так считает наша аудитория потому что в отчете нацбанка там тоже идиоты но сейчас они уже кэмо ну система и уже они нас обсчитывают нормально только с прошлого года а до этого получалось так что украина банк прибыльный по аудиту нацбанка да а на самом деле там 90 да а на самом деле в валютном эквиваленте он с концами и международный аудит не обманешь у них такой международный а сегодня это как бы ситуация ну сравнялась и это все элементарно и все потому что если он будет считать доллара да ну дальше идут следующие еще вещи там если он бартер делает да то он тоже как бы ну отказ от бартера чего он никогда не поймут тут его везде дует это ладно я не хочу таким развивать я думаю что многие из вас могли бы управлять предприятиями и никакой то проблемой управление производственным процессом это самая простая вещь да это даже под силу среднего мальчика например у нас работает в Ахтырке электростанция которая наши на Украине все электростанции убыточные кроме одной которые эксплуатируют правы в убитом городе в Ахтырке что а вы знаете Ахтырку да почему там же нет не бывает ну да бывает нас нет нищего более нищего города в мире я не вижу да вот мы достигли платежей восьмидесяти семи процентов от населения я не думаю что в Киеве столько собирают мы взяли тут же когда эту станцию взяли мы как посчитали да вот они берут и в других городах эти директора ну поскольку у них нет заинтересованности они не знают как деньги стоить да то они конечно привали во первых на дотациях через бартер взятку взял за поставку ну суть то в чем была основная да все электростанции вырабатывая энергию и берут за тепло деньги от жеков да а жеки прикормлены банками и сидят на бабках и долго станция не платит мы взяли и заключили договора напрямую с каждым потребителем ну с каждым Иван Ивановичем отдельно да то есть электростанция заключилась да как юридическое ну и все все там им крика было это шумо все хана из 20 процентов 87 процентов вышли платеж провели несколько аукционов этих лотерей по городу разыграли несколько телевизоров ну например кто то кто там участвовали да бегут все платить вырубили пару подъездов все никаких проблем это прибыльное дело мы зарабатываем где-то ну сейчас не знаю а вот в прошлые годы до полутора миллионов долларов в год с маленькой электростанцией если бы в стране были нормальные люди кто принимает главные решения экономические да их немедленно надо приватизировать нету проблем мы единственное в актерке предприятия кто ежедневно ежемесячно платит вовремя зарплату там не одно больше или взяли завод мотор деталь правых ну все чтоб не сглазить 18 16 миллионов гривен ну это тогда был эквивалентом большой 5 миллионов долларов убытка